всех приветствую дорогие мои любители вязания носков с вами я вера и сегодня хочу показать как набирается петли для вязания носка от мыска то есть у меня очень много различных видео по вязанию носков и именно от мыска и не все умеют набирать или не все как бы пробовали но у них не получается как набирать петли от мыска и я хочу вам показать сейчас один из легких способов которые я сама использую и вам предлагаю это тоже сделать то есть попытаться поучиться и уверяю вас что вам это понравится и так для того чтобы начинать набирать петли от мыска желательно на леске спицы того размера которые вы вяжете допустим чулочные на чулочных то есть для начала для набора обязательно надо именно круговые спицы а потом можете перейти на чулочные и так круговые спицы нитку кладем как обычно на пальчик соединяем вместе две спицы первую петлю заводим сзади вот отсюда перекручиваем ее чтобы вот так было вторую петлю накидываем на вторую спицу перекручиваем эти перекручиваем опять на первую закидываем перекручиваем на вторую на первую на вторую давать еще раз скинулась и так две спицы вот так вот берем не вместе вот так а немножко вот так вот как палочки до китайские это первая петля именно вот с этой стороны чтобы она перекрутилась вот первое потом за нижнюю 2 3 4 5 и пошли как на вилку набирается так есть вязание на вилке почти то же самое еще раз помедлены сзади именно что перекрутилась раз-два перекрутили 3 именно надо запомнить что верхняя идет на нижнюю спицу а верхняя нитка идет той нижняя нитка идет на верхнюю вот верхняя на нижнюю спицу нижняя нитка на верхнюю и не забываем перекручивать пальчики просто вертим раз-два-три-четыре все перекрутили сколько петель набирать на мышок я обычно набираю от 4 до 6 петель то есть и продолжим дальше 1 2 3 пардон еще раз раз два три четыре пять шесть семь восемь эти четыре петли будет на одной половине из нас к 4 петли на другой половине нас к что я делаю дальше вот здесь вот не так и перекручена остается выбираю рабочую нить нижнюю спицу вытягиваем и теперь провязываем 4 петельки вот это вот кончик придерживаем раз два три четыре повернули леску продернули вытянули нижнюю спицу эту спицу ставим на место и провязываем и провязываем еще остальные 4 петли которые не были провязываем 1 2 3 4 вернули на место вот мы первым и сочи провязали теперь берем наши чулочные спицы и распределяем и делаем сразу при бабочки так как будут эти спицы везде цепляться так 1 2 петля из нее делаю прибавку из одной петли делаю 2 1 за переднюю стенку 2 петля за заднюю стенку снимаем следующую спицу здесь две петли осталось 1 кромочная как бы петля и 2 вот из этой первой петли тоже делаю прибавку 2 петля за заднюю стенку господи куда-то мне камеру или отверния руки от камеры теперь кромочная петля все вот это одну можно убрать поворачиваемся перетягиваем чтобы кончик был еще спицу берем так здесь вот этот конец уже перекручена он уже никуда не денется впоследствии потом когда закончите допустим носок вязать его просто подвините крючочком затяните и все никуда он не денется и так следующее опять первая здесь кромочная потому что это угловая да вторая прибавка за переднюю стенку делаю за заднюю как делать прибавки у каждой мастерицы свои способа я показываю свой это не обязательно следующее опять здесь осталось две петли значит первая прибавка парадон просто спицы цепляются за все что могут еще раз первое вторая петля здесь получается немножко наоборот вот с этой стороны да вот с этого угла у меня получается за заднюю стенку первая добавка и вторая за переднюю стенку добавка и кромочную все мы разделались с длинной леской остались на 4 спицах теперь следующий ряд я провязываю без прибавок для того чтобы был был вот такой вот остренький кончик мыска то есть не широкий если вы не будете добавлять вернее если вы будете добавлять петли в каждом ряду то у вас получится вот такой квадратный но если прибавлять петельки через ряд то носочек получится вот такой остренький но это на любитель смотря какой носок вяжите значит второй ряд провязываем без прибавок боже мой как неудобно спицы за все цепляются вообще-то я вижу на круговых спицах кто на круговых не умеет и за иначе просто распределяем я на ваш качу камеру провяжу все петли смотрите вот этот кончик я могу оставить вот так вот чтоб я знала где у меня начало от кругового ряда и тоже вам советую ну может маркер повесить конечно куда-то у меня камера все руки куда-то уходим вот смотрите теперь мы вернулись вот наша так вот еще у нас еще три петельки провяжем так сейчас секунду 2 ты я без камера провяжу у меня так вот посмотрите здесь у нас начало кругового ряда было я вот эту вот вот этот кончик вперед вот между спицами вот так вот так и вот так вот это начало кругового ряда здесь во втором ряду или уже получается третий ряд я буду добавлять опять прибавки делать петель давайте я перейду на круговые спицы пожалуйста мне очень неудобно вот первая кромочная провязываем вторая петля одну петельку за переднюю стенку провязываю вторую петлю за заднюю стенку провязываю следующие теперь перехожу на следующую спицу здесь получается одна петля и вот две петли перед углом это кромочная петля получается это вот из этой петли прибавки на этой стороне на левой стороне я делаю прибавки одну за переднюю стенку вторую петлю за заднюю то есть немножко их местами и кромочные убираю дальше вытягиваю теперь опять на этот угол переходим первая петля вот прибавочная петля и 2 1 за переднюю стенку вторую за заднюю потому что это правый угол с правой стороны это левый угол получается одна петля вот тут видите что получилось я плохо вы вытянула потому что мешали спицы и петелька потерялась чуть-чуть вот она здесь получается за переднюю стенку вытягиваем вытягиваю одну петлю вторую петлю вытягиваю за заднюю стенку вот она все и вот он угол выбираем но они мне честно говоря не мешают теперь следующий ряд опять про круговой ряд я провязываю без прибавок вот это вот кончик так и остается лежать на лицевой стороне чтобы я знала что это начало кругового ряда так все петельки провязываю ну я показываю на круговых потому что мне удобно так вязать вы конечно можете вязать и на четырех спицах и И пока вяжете мысочек, то на четырех спицах вязать его удобнее, поверьте. Я тоже иногда так делаю, что мысок сначала вяжу на четырех спицах, а когда уже перехожу на основное полотно, то я уже перехожу на круговые спицы. Не скрываю, я пользуюсь этими чулочными спицами. Все. Вот так вот получается. Вот так вот набирается мысок. Вот он. Теперь смотрите. Вот мысок и вот эти вот петли, которые кромочные, они вот видите, вот такие вот получаются здесь. Вот ряд такой. Вот. По-моему, неплохо. Ну вот и все. Мысок набрали, провязали через ряд. Высоту мыска, или вернее, ширину мыска, то есть прибавки делаются ширина мыска. Вот она. Вот так вот. Ну а дальше уже по ходу, как вы хотите вязать носок. Хотите узором, хотите лицевой гладью. Это уже дело ваше. Вот он, расширение мыска. Можно сделать так. Если не хотите сильно острый угол, можно первые 3-4 петли в прибавках делать в каждом ряду, а затем сделать через ряд. Вообще при вязании мыска вы можете просто потренироваться, как вам удобнее и какой мысок вы хотите. Привыкните, вам понравится и будете вязать носки от мыска. Всем спасибо, всем пока и до следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok